Музыка Так, сегодня у нас 18 число, сегодня вебинар Вот, и я буду готовиться не только к вебинару 29-30 приезжает ко мне съемочная группа телевизионная Из телеканала консультант-садовода, она была у меня несколько лет назад Делала съемки, а сейчас еще она сотрудничает с телеканалом «Усадьба», как я понял Тогда у меня появится выход на федеральный уровень Этот сюжет с чем и связан? Вот, я тренируюсь Вот она тренировка Видите, вот это вот полагается взять Попробуйте взять, вот чем-нибудь, наверное, перчатки оденьте Вот, понаделать рано на деревьях Я не шучу Крупнейший, который современный ученый, который считается ученым Вот, выращивает абрикосы Председательного хозяйства написала Берем нож Вырезаем кометь А потом замазываем Еще раз внимание Вот этим вот Вот, это при том, что кометь это лечебная смола Ну и так далее Вы уже многие меня знаете Вот, еще раз полюбуйтесь Надеюсь, что вы не станете собирать А я видел, полные ведра собирают Потому что люди заморочены головы Итак, железо уговорит, естественно, раны Не замазывайте То есть не лечите Только искусственное Искусственное это топор, нож, секатор, пила Вот Давайте посмотрим, имели я право так говорить Ну, вот это вот у меня участок номер 3 Вот, надеюсь, видно что-нибудь А почему я сейчас показываю за 10 дней до того, как приедет телеканал? Потому что сыпаться начали А раньше с федеральным каналом Кондасев согласовать не мог У него свой график Вот Ну, заходим на участок за номером 1 Давайте на него глянем Вот и что мы видим Это питомник Железова Два телефона Это Тут уж мне никто не мешает рекламу размещать Это Ютуб все проглотит И Яндекс Вот эти два телефона Сергея Железова Сергея Железова и его жены Татьяна, она принимает заказы Вот А я потом еще Кондасеву Пошлю эту Съемку То есть в виде Это, как она называется Пусть посмотрит Как я готовлюсь Кондасев для меня Наверное Ведущий номер один в России По садовоческой теме Грамотнейший, опытнейший агроном Вот И то, что он собирается Съемкой идет в моем саду Это честь для меня И вот получается так Ну, конечно Это мои супер сливы Вот Это Ника Если точнее Ника 2 Они в качестве расползлись Вот Сами понимаете Какого чуда я жду А тут, наверное, у меня Вот так Почему так смутно видно Ну, ладно Надеюсь, видно Вот Евразия 21 Сувенир Востока Вот здесь Я надеюсь, что Вот это дерево Это Оно еще только краснеет Этот серафим Надеюсь, она Не осыпется до 29-30 числа Еще 10 дней ждать Ну, первые признаки Что будет сыпаться Ладно Давайте посмотрим Сейчас сюда придет Тимофей Николаевич Которому 10 лет И будет зарабатывать деньги Вот Он становится настоящего работника Так бывает Вот Я Мне некоторые ворчат Из моих родней Рано Ребенка Отобьешь охоту На всю жизнь Я говорю Я 7 лет с тяпкой Сколько себя помню Семья военного Всегда свой огород Всегда картошка Всегда тяпка И никто Никогда Меня не жалел Вот Ни на Украине Только Отдохнул Норильский Вот Посыпались абрикосы И вы видите Чем дело кончится Приедет Кондасев Агроном Он же ведущий Талантливый А абрикосов То На дереве Уже Наверное Не будет И Мои съемки К сожалению Как он сказал В формат Не попадают Их По телезнему Показать невозможно Один Из Сыновей Манджурца Я так Называю Видите Сейчас Я на шею Одену Камера Он наверняка Трясется Возраст Знаете ли Сейчас Их будет Собирать Тимоша Вот А вот Это дерево Вот оно Если бы Знали А еще Половина зеленых Видите В тени Но все равно Уже Такое впечатление Не произведет За 10 дней 90% Осыпется Вот Посмотрим еще Я фактически Готовлюсь К съемке Вот здесь Вот здесь Одно из чудес Самый крупный Из манджурских Сыновей Как так Получилось Сейчас я вам Объясню Посмотрите Внимательно Вот Согласны Он не привитый Это чистый Манджурец Вот Из косточки Но сбоку Вот она Вот это вот Была прививка Вот она Это была прививка Она погибла Манджурец Начал увеличиваться И достиг Вот таких размеров Ну грамм 40 Есть тут Вот одно Вот Чтобы вы не убедили Что это именно С этого дерева Кстати Вон там Еще упало Вот еще упало Вот еще Давайте убедимся С этого дерева Найдем на дереве Такой же крупности Ага Дошли Вот она Смотрите Вот 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 она Так точно Такой же крупности Стрясти какую-нибудь Вон они Вон Наверное Надо стрясти Я противник Стряхивания Я об этом буду Рассказывать Во время съемок Легкое стряхивание Только ради истины Что Вот эти Погибшая прививка Облагородила Манджурца Итак Причем Легонькая тряска Ага Увидели Вот он Ладно Еще скажете Что он там лежал Так О Теперь вы видели Вот она На ваших глазах Итак Обмана нет Манджурец Превратился В культурный сорт Вот пусть Их тут немножко Но А кстати Ну здесь Разношерстные Когда Такого же будет Размера Сами видите Так А теперь Знакомлюсь С папашей Ну Сами знаете Деревья Они же Мама Они же Папа Если пестики Тычинка Вот К счастью Я говорю Я противник Самоплодных Деревьев И вы меня Должны Понять Вот Если придерживаться Того же версии Опыление Перекрестное Это здоровье Дерево Самоплодность Несколько поколений Это что Правильная Деградация Ну вот Упали первое Ну давайте Не поленимся Да А Начали Дерево Посмотрим Все это я буду Кандасеву показывать Кандасеву Вот это Небольшое дерево Да Оно больше Двухэтажного Большого дома Надо как-то Сколько я делал Фотографии Всю эту величественность Не удается передать Смотрите Туда Вон она Туда 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 По кругу Все это Невероятно Начало сыпаться Причем Почему С восточной стороны Вот И Получается так Что Ну какую-нибудь Ветку одну Вот идем 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 И наш Вон куда Залезло К соседям Вон куда Посмотрите Какой урожай Да Очень мелкие Да еще зеленые Только Со стороны солнца Немножко Окрашиваться Начинает Вот это и есть Они Вот так Еще раз Теперь я беру Смотрите Плодик Средненький Согласитесь Что он Средненький Вот он И возвращаюсь Все таки Из меня Не только Коммерсант Получился Я продаю Вот эти Косточки Вот Чтобы у вас Вы знаете Удачная косточка Это вот потом Вот такое Абрикосище Вот это Дал мне Сотни ведер А что-то Я не понимаю Почему А Вова А то было мутно Он мне дал Сотни ведер Вот его сын Ну Еще раз Здесь есть Еще один сын Наверное Вот он Видите И вот эти мелкие Вот он Вот он Вот он Давайте прощем Чтобы не сомневаться Абрикос Манджурский Вот Вот эта мелочь То есть такая же Тот пошел В папу Я его называю Патриарх Вот этот гигант А вот эти Вот крупные плоды Теперь давайте Сравнивать Давайте теперь Сравнивать Да Вот эти Благодаря Инфекции Я их называю Этот способ Это все таки Прививка Но не полноценная Прививка погибла Казалось бы Причем За эти крупные плоды А вот при том Еще раз показываю Мертвую прививку Вот она и при том Ой Это дерево подошел Манджурец Вот она Вот И инфицирование Вот Но ученый Народ скажет Может быть даже Толковой грамоти меня Скажет ментор Ладно Посмотрели Манджурцы у меня много Вот они Часть из них я Высылаю бесплатно Я дарю От них польза Огромная Вот Они служат по двоями Крупноплодным Вот эти вот Крупноплодные Да Вот вы поверите Что у него Когда поменьше плодов Плоды до 100 грамм Ну 80-90 В среднем Обычно 60-70 Вот это королевский Ну когда вот такое урожайщее Ну что ты будешь делать На всех не хватает питания Отсюда получилась Вот эта мелочь Вот эта вот Ну пойдем дальше Посмотрим Так Может быть на этом остановиться А то Через порох сожгу Впереди Пресс Телевизионной группы Ну еще покажут Скромный Но Амур Не смотрите на эту мертвую ветку Ее мангалом сожгли А то Не покажи этот мангал Сколько будет шума А железов-то Где их это Ветки мертвые Это огонь Это мангал Ну и Получается Вот это Вот это Вот это Абрикос Амур Тоже урожай будет Вот на этом фоне Их не видно плодов Их там Не много Нет Их очень много Вот посмотрели И может быть Эта короткая съемка На этом закончим Вот Ну ладно Сейчас покажу груши Вот Царство Лады Знаете Есть такой автомобиль Жигуль Первой модели Вы знаете что такое Как я разговаривал Как я разговаривал Мне пример запомнился Я разговаривал С нашим русским немцем Здесь следов покажется Вот Мы с ним общаемся Сейчас же запросто Это все Вот И Я так же сравнивал Свои плоды Я говорю Это как автомобиль Жигуль Первой модели 2100 Я говорю Вы бы сейчас согласились На моем ездить А у него Мерседес Он говорит Конечно бы согласился Видите Такую же роль играет Вот это вот Лада Вот одно дерево Вот второе дерево Почему Морозстойка невероятна Вкусная невероятна Урожайная невероятна Но есть пошикарнее Значит Поэтому я и называю ее Автомобиль Жигуль Первой модели То есть это знак качества Все друзья Этот Самый Как он называется На заднем плане Медзакоса Дальше говорить не даст Благодарю за внимание Медзакоса Медзакоса